Операция «Терновые врата». Радуга уполномочена обыскать поместье Николы Госпика, чтобы найти улики, касающиеся химического оружия. Разведка утверждает, что у него в распоряжении все еще есть крайне смертоносный кислотный реагент, который он обязательно попытается применить. Ваша задача – не допустить уничтожения улик на компьютере Госпика и захватить поместье, используя любую необходимую силу. Итак, 12-я миссия Ravenschild. Начнем с прочтения новостей о нашем предыдущем задании на мясокомбинате. На город Пилар Аргентина снова обрушилась трагедия, когда правительственным войскам пришлось иметь дело с террористами, которые угрожали отравить мясные продукты одного из крупнейших консервных заводов города. Террористам не удалось осуществить свои намерения, и покупателю мяса ничего не угрожает, заявил в кратком сообщении Министера здравоохранения Аргентины, хотя после его представитель пояснил, что кабинет на ближайшее будущее будет закрыт, в то время как команда ученых уверяет, что мясо не было заражено. Правительственный источник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что на месте событий была химическая угроза, но повторил, что шаги, предпринятые санитарной командой, были чистой предосторожностью, так как для общественности никакой опасности не возникало. Приступаем к инструктажу, Джон Кларк. Госпик ушел в подполье, а значит стал еще опаснее. Он где-то нашел себе нору, а нам придется выкопать его оттуда. Мы начнем с его поместья на Каймановых островах. Не похоже, чтобы он был там, но все же там могут обнаружиться запасы кислотного реагента. По крайней мере, разведка хочет перерыть это место сверху донесну. Если нам повезет, они смогут выяснить, куда он сбежал и куда собирается ударить в следующий раз. Сейчас вам нужно изучить план поместья. На этот раз нам не придется беспокоиться ни о каких заложниках, и слава богу. Но еще это говорит о том, что не все сопротивление будет сосредоточено в главном здании. Мы отследили источник ингредиентов VX, которые вы конфисковали в Пиларе. Это старое советское производство, контрабандно вывезенное Престоном. Мы даже сумели выяснить, как он купил его. К сожалению, это еще не все, что он приобрел во время своего похода по магазинам. Кроме VX, он купил оборудование для домашнего производства этого вещества и то, что мы можем достаточно уверенно назвать кислотным реагентом. Когда вы проводили рейд на фирму по импорту-экспорту в Порто де Аллегро, то захватили всего лишь образцы, а сам кислотный реагент все еще у него. Да и госпик с гутерезом все еще на свободе. Кислотный реагент, который мы ищем, это скорее всего фенилдихлорарсин, жидкость без цвета и запаха. Он воздействует на глаза, легкие кожу и кишечник любого, кто не успел защититься от него. Он чуть менее эффективен, чем так называемый горчичный газ, дедушка нашего кислотного реагента. Но больше о нем нельзя сказать ничего хорошего. К тому времени, когда проявляются симптомы отравления, помочь жертве уже ничем нельзя. Итак, приказы на миссию. Ваша задача предотвратить уничтожение данных в компьютеры госпика и захватить поместье, используя любую необходимую силу. Сопротивление должно быть организовано лучше, чем в прошлый раз, когда вы были здесь. Так что будьте настороже. Атака на поместье сзади обеспечит вам эффект неожиданности. Цели нейтрализовать всех террористов, предотвратить уничтожение у них в компьютере госпика. Перейти к отряду. Загружаем свою миссию, но она практически ничем не модифицирована мною. Стандартный план, он очень хороший. Не забудьте всем раздать тяжелую броню за место средней. Здесь по умолчанию средней. Я забыл раздать тяжелую, а надо было. Вот. И всем я раздал винтовки, штурмовые винтовки AUK. Почему? Потому что это единственная винтовка со встроенным оптическим прицелом. Вот. И всех снабжаем глушителями. Потому что если не снабдить глушителями свое оружие, то вероятность, что документы будут уничтожены, намного выше. Значит, переходим к планированию. Никаких маршрутов, никаких ключевых точек я не менял. План, в принципе, составлен хорошо. Как я буду действовать? Сначала берем красных. Идя по маршруту, естественно, вынося всех на своем пути, нам нужно проникнуть вот в эту комнату с документами. Чтобы в нее проникнуть, нам нужно будет спуститься вот по этой лестнице. И тут вот ключевой момент. На этой лестнице будет стоять чувак, которого, если не успеть подстрелить, она на это дается буквально там полсекунды или секунды максимум, он убегает, бежит к этому офису с компьютером и документы уничтожаются. Поэтому, когда мы поднимаемся на второй этаж и двигаемся по этому коридору, вернее на лестнице, короче, обязательно вот по этому коридору двигаемся. Вот на этой лестнице будет чувак, который убегает. Его нужно подстрелить. После того мы, значит, спускаемся опять, заходим в кабинет с компьютером, убиваем террориста и все, красных я здесь оставляю в точке права больше ими не действую. Затем берем зеленых, берем зеленых. Я уже не хочу, это зелеными я просто зачищаю все по месте, обхожу все этажи, улицу, террористов будет очень много. Вообще по количеству террористов на квадратный метр это самая такая сложная миссия, то есть террористов просто немерено и всех надо перебить. Ни на какие вот эти вот маршруты зелеными я не пользуюсь, то есть просто на свое усмотрение хожу по поместью, всех убиваю. Ну и все, миссия после этого будет выполнена. Главное красными уничтожить террориста вот в этом, вот в этой комнате и все. Ну а дальше зачищать приступим. Сейчас скорее всего откроются эти двери, оттуда выскочит террорист, нужно ждать, держать на прицеле эту дверь. Нет, он не выходит, тогда мы идем к нему. Он вышел. Там скорее всего второй. Так, он сейчас должен сам сюда заглянуть, раз он что-то заподозрил. Так, сейчас надо на лестнице обязательно снять чувака, иначе он побежит. Вот этого чувака если бы мы сейчас не убили, он бы побежал в комнату с компьютером, и документы были бы уничтожены. Вот в этих комнатах по-любому есть террористы, а то и два. Один, сейчас он тоже сам высунется. Так, вот здесь вот комната с террористом, с компьютером. В принципе все, красных я, то есть мы предотвратили уничтожение документов, поэтому красных я сейчас оставлю здесь. Пропускаем эти ключевые точки, уже ненужные. Открою двери, чтобы если что они постреливали тоже. Вот, и переключаюсь на зелёных. Зелёными здесь тоже поосторожней, тут скорее всего появились, появился новый террорист. Обычно набегают они снова. Ага. Там террорист, друзья. Ладно, знаете, пошлите сюда. Чёрт. Сейчас он точно выйдет. Где дверями, хлопка, тебе не поймут. Вверху. Так, попробуем пойти своим маршрутом. Вот здесь вот в этом коридоре по-любому не... Сейчас открою дверь. Где сейчас предстоит перебить немеряное количество народу? Угроза. Враг убит. Чёрт, уходит, уходит, уходит. Тамга убит. Чёрт, чуть не подстрелили, друзья. Чуть не подстрелили сейчас. Даже, по-моему, попали, бронежилет спас. Вот рука торчит. Танго убит. Просто столько народу... Подлежащего ликвидации, что просто жесть. Давайте сенсором с оттебиения смотримся. Внизу кто-то остался. Так, я, пожалуй, ботом... Держать позицию! Там команду не высовываться, стоять на месте. Вот тут на лестнице, наверняка, кто-то стоит. Враг нейтрализован. Вот ещё чья-то голова. Танго убит. Чёрт, ещё один. Враг нейтрализован. Так, на первом этаже вроде чисто. Я зову своих напарников. А, вот тут ещё один. Туда можно гранату кинуть просто. Правда, это всё-то шумовое. И он вроде не особо-то растерялся от неё. Ну ладно. Странно, что я забыл своего бойца осколочными экспировать. Так, ребята, за мной. Сейчас нам надо будет всё-таки выйти на улицу и зачистить вот это вот помещение, потому что может нежданчик быть. Вот о чём я и говорю, видите? Да, блядь, не мешаетесь вы Христа ради. Есть там ещё кто? Непонятно. Непонятно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...